Девушки отдыхают У небесного императора Дидзюня было 10 сыновей солнц Верхом на священных птицах, трехлапых воронах, день за днем, один за другим, эти солнца появлялись на небе Но однажды 10 солнц решили сыграть с людьми злую шутку Они вышли на небо все вместе Страшная засуха началась на земле Неведомо откуда появились шестеро чудовищ и стали мучить изнемогающих от жары людей Небесный владыка Дидзюнь пожалел народ и послал на землю искусного лучника по имени Хоу-И и его жену Чан-Э Дидзюнь повелел Хоу-И усмирить его разыгравшихся сыновей солнц и избавить людей от бедствий Спустившись на землю, Хоу-И увидел страдания народа Он пришел в ярость Взял свой волшебный лук, натянул тетиву и одну за другой выпустил девять стрел Они поразили священных ворон, верхом на которых сидели солнце Упав в Восточное море, девять солнц превратились там в подводные горы Так на небе осталось одно привычное людям солнце Но стрелок Хоу-И продолжал битву Он разделался со свирепым чудовищем Я-Юй Навечно усмирил зубастого Дзяо-Чи Уничтожил девятиглавого Дзюина Зарубил хищную птицу Дафен Гигантского кабана Фэн-Си И змея Сюше Всех шестерых чудовищ Хоу-И сварил и принес Дидзюню Но подношение не обрадовало небесного владыку Ведь Хоу-И убил его девятерых сыновей Разгневанный император запретил Хоу-И и его жене Чан-Э возвращаться в небесные чертоги Живя на земле, Хоу-И встретил речную фею Ло-Шуй Прекрасная фея была печальна Ее разгульный муж, речной дух Хэ-Бо, навлек на семью множество бедствий Испугавшись возмездия, хитрый речной дух превратился в белого дракона Он решил проследить, что будет дальше между Ло-Шуй и Хоу-И Но стрелок разгадал его замыслы и поразил Хэ-Бо в левый глаз Пожалела Ло-Шуй раненого мужа, раскаялась и вернулась к нему Потрясенный этой историей любви, стрелок Хоу-И решил добыть для себя и жены Чан-Э Эликсир Бессмертия, чтобы вместе с ней жить вечно Он отправился в горы Кунь-Лунь, в глубине которых обитала богиня Сиван-Му Хранительница волшебного напитка Дорога на вершину была непростой Но добравшись, Хоу-И наконец встретился с богиней Сиван-Му Ее поразили подвиги Хоу-И Она сжалилась и дала ему эликсир Но предупредила Если выпить его в одиночку, станешь божеством и вознесешься на небо А если его выпьют супруги, они обретут бессмертие, но останутся на земле Жена Хоу-И, красавица Чан-Э, скучала по небесным чертогам И сердилась на мужа за то, что оказалась среди простых смертных Узнав секрет эликсира, она втайне выпила его и вознеслась на небеса Посмотрев оттуда на землю, Чан-Э увидела горюющего Хоу-И Долго жалела она о том, что натворила, но вернуться к мужу уже не могла Появляться в небесном дворце ей было стыдно И Чан-Э перебралась на луну, чтобы в одиночестве жить во дворце великого холода Меткий стрелок Хоу-И так и остался среди людей Он научил их искусство стрельбы из лука После его смерти верховный владыка Ди Цзюнь вспомнил о заслугах Хоу-И И присвоил ему титул Цзунгбу Грозы всей нечистой силы поднебесной А люди по-прежнему благодарны Хоу-И О его благородных подвигах они сложили легенды, которые живы и по сей день